МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни новоселье, ни денег. Краснодарец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В Сочи продолжаются поиски пятилетней девочки. Вероника Тришкина ушла из дома 13 марта вечером и пропала. Устроили погром на кладбище. Сотрудники полиции разыскивают вандалов, которые повредили надгробие на погосте под Тимошевском. Дело об обманутых дольщиках дошло до суда. В качестве обвиняемого по нему проходит краснодарец, которому 46 лет. Статья – мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина работал директором строительной компании и уговорил потерпевших вложить средства в строительство жилья в Тимрюкском и Славянском районах. Ему поверили, 45 миллионов рублей перекочевали на счет компании. Но обещанного новоселья люди так и не дождались. А деньги директор потратил по собственному усмотрению. Материал уголовного дела с обвинительным заключением прокурора уже в суде. Недобросовестному застройщику грозит до 10 лет заключения. Не пощадил даже ребенка. 14 марта на сайте Следственного комитета России опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве супругов Ларьковых и их 4-летней дочери. Семья жила в Феодосии. 23 февраля втроем на машине выехали из дома. После этого пропали. Искали их несколько дней, в том числе и у нас на Кубани. По подозрению в тройном убийстве 7 марта в Керчи оперативники задержали местного жителя. Ему 29 лет, сотрудник колонии. Мужчина во всем сознался. Во взрослых он выстрелил из пистолета. Машину с их телами и живой плачущей девочкой столкнул в воду. Предполагали, что ребенок погибнет? Предполагал, да. То есть вы сознательно на это пошли? Сознательно, да. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Задержанный находится под стражей. В Сочи продолжаются поиски 5-летней девочки. Вечером 13 марта Вероника Тришкина ушла из дома в селе Бестужевском и пропала. Малышку ищут сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры. Личный состав сочинской полиции был поднят по сигналу общий сбор. Для поисков девочки были организованы группы, в которые вошли более 500 сотрудников полиции, сотрудники Росгвардии, МЧС, а также местные жители. В целях установления возможных очевидцев, а также получения информации, представляющей оперативный интерес, сотрудниками полиции проводится тщательный подворовый обход, обследуются близлежащие поселки, а также садоводческие товарищества. Следователи возбудили уголовное дело и проводят доследственную проверку. Вероника худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с рукавом и красные кеды. Если вы можете помочь ее поискам, наберите номер телефона, который сейчас на экране. Вместо благодарности разбитое лицо и стресс. В ночь на 14 марта в Сочи агрессивный пациент ударил кулаком фельдшера центральной подстанции скорой медицинской помощи. Всего за неделю это уже второй подобный случай. Это видео с камеры наружного наблюдения больницы номер 4 города. Приемное отделение 9 марта. Позади праздник и девушка явно не в себе. Она набрасывается на фельдшера с кулаками. Успокоить получается не сразу. Конфликт, судя по всему, закончится в суде. Под Тимошевском неизвестные устроили погром на кладбище. Они повредили 29 надгробий. По словам очевидцев, у каждой могилы оставили разрезанное яблоко. Правоохранители возбудили уголовное дело и разыскивают вандалов. Им грозит до трех месяцев лишения свободы, либо 40 тысяч рублей штрафа. О происшествиях на дорогах Кубани, на трассе Дон, под Туапсе, ДТП с летальным исходом. Тойота на большой скорости протаранила дорожное ограждение. За рулем находился мужчина. При такой силе удара шансов выжить у него не было. Очевидцы сообщают, что он погиб на месте. Ему было 33 года. Почему автомобилист не справился с управлением, выясняют эксперты. Жертвой еще одной дорожной трагедии уже в Крымском районе 13 марта в 6 вечера стал 54-летний водитель «Лады». По предварительным данным, он превысил скорость. Легковушку занесло, она слетела с трассы и врезалась в дерево. От полученных травм мужчина скончался, не дождавшись скорой. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. В Краснодаре на фото попали последствия аварии с участием двух иномарок. Киа-Рио и Мазда столкнулись на перекрестке улиц Головатова и братьев Игнатовых, сообщает в соцсетях автор этих снимков. С его слов обошлось без пострадавших. Авария произошла 13 марта во второй половине дня. Почему водители не поделили дорогу, выясняют автоинспекторы. Прекрасно и опасно так на весну смотрят в МЧС. Готовность всех структурных подразделений МЧС края к чрезвычайным ситуациям в межсезонье накануне обсудили в Главном управлении ведомства. Это возможные пожары и паводки, период, который принято считать сложным. Начнется с 1 апреля, но наши спасатели уже приведены в полную боевую готовность. Ежедневно на службу выходит тысяча сотрудников. На дежурство мобилизовано 350 единиц спецтехники. Служба работает в таком напряженном режиме, ведь впереди выборы президента России. Порядка 3,5 тысяч человек и порядка 300 единиц техники будут готовы к реагированию в этот период времени. Я не говорю об оперативных группах, я не говорю об оперативных штабах межведомственных, в том числе, которые здесь будут на базе Главного управления и во взаимодействии со всеми структурами, которые принимают участие в этой работе. Кроме того, в июне Краснодарский край примет главное футбольное событие года – чемпионат мира. И к нему наши спасатели тоже готовы. В столице Кубани все объекты, задействованные в спортивных баталиях, получили паспорта безопасности. Проверку прошли отели, стадионы, тренировочные базы и аэропорт. Специально к Мундиалю сотрудники МЧС получили дополнительно еще 3000 новых образцов техники. К тому же Кубок Конфедерации, который можно считать генеральной репетицией, прошел успешно. Так что спортсмены, болельщики и все, кто неравнодушен к самому массовому виду спорта, могут не сомневаться. Безопасность будет обеспечена на все 100. Наш выпуск завершен. Берегите себя и соблюдайте законы. Я и мои коллеги следим за криминальными новостями, чтобы рассказать вам о них первыми. На этом я прощаюсь. Встретимся в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин